В августе В августе 21-го года в Петрограде ВЧК раскрыло контрреволюционный заговор Петроградской боевой организации. Были расстреляны 61 человек, среди них один из лучших поэтов Серебряного века Николай Степанович Кумилев. Только 70 лет спустя рассекретили материалы, доказывающие, что заговор был полностью сфабрикован сотрудником НКВД Якова Гранова. В 91-м году дело поэта Николая Гумилева было прекращено за отсутствием состава преступления. Как будто и не было всех тех 70 лет, когда он был вычеркнут из нашей культуры. К этому времени имя Николая Гумилева было достаточно хорошо известно, прежде всего любителям поэзии. А вот что касается жизни, потребовалось еще не одно десятилетие, прежде чем смогли собрать воедино все те поступки, все те испытания, которые положил он сам себе для того, чтобы воспитать мужской характер. Чтобы научиться преодолевать те трудности, те драмы жизненные, которые бесконечно сваливались на него. Это удивительная история очень необыкновенного человека. Летом 1905 года в Булонском лесу был найден бессознание молодой человек. Французские врачи констатировали отравление. В русское консульство сообщили, что имя самоубийцы Николай Гумилев. Через год в Трувиле при попытке утопиться был арестован все тот же Николай Гумилев. Самоубийцу неудачника припроводили в Париж, а оттуда домой, в Россию. И только там он нашел, наконец, иной выход своим страстям и печалям. Он отправился в тяжелое и опасное путешествие в малоизведанный Нижний Египет. Ему было всего 22 года. Главной причиной его бегства была она, бессердечная гимназистка Аня Горенко. Он влюбился в нее в 904-м, на первом пасхальном балу. Ему было 18. С тех пор вся его жизнь была подчинена одной цели – доказать ей, что он достойен ее любви. Неслышный и неторопливый, так странно плавен шаг ее. Нельзя назвать ее красивой, но в ней все счастье мое. В 905-м 19-летний Николай сделал Анне первое предложение и получил отказ. От отчаяния он пытается покончить жизнь самоубийством. К счастью, неудачно. Спустя время новое предложение. Анна непреклонна. Видимо, ждет другого принца. Новая попытка уйти из жизни вновь оборачивается позорным курьезом. Еще в детстве худой и болезненный Коля Гумилев подвергался постоянным насмешкам со стороны здоровяков-сверстников. Родители вынуждены были забрать его из школы и нанять частных учителей. Современница так описывает Гумилева. Он не был красив в этот ранний период. Был несколько деревянным, очень высокомерным с виду и очень неуверенным в себе изнутри. Сам он так писал про себя. Дерево да рыжая собака. Вот кого он взял себе в друзья. Однако в мечтах он представлял себя совсем другим человеком. Героем-конквистадором, преодолевающим смертельные опасности. После третьего отказа Анны и позора новой неудачной попытки уйти из жизни, он не мог больше оставаться в царском селе. В воображении возникла манящая с детства Африка. Но отец категорически заявил, что ни денег, ни благословения он не получит. Тем не менее, Коля, невзирая ни на что, в сентябре 1908-го отправился в Египет, сэкономив необходимые средства из родительской стипендии. Поначалу посещал достопримечательные места, купался в Ниле, словом, вел себя как обычный турист, пока не кончились деньги. Вот тут-то и началось первое испытание на прочность. Он мотался по стране, голодал, ночевал где придется и получал, при этом, огромное удовольствие от этих приключений. Мы оказались около маленькой пирамиды, неизвестной туристам. Поблизости не было ни души, и мы вошли в нее без проводника. Я привязал веревку к выступу скалы и начал спускаться. Я подошел к стене и начал разбирать полустертую гиероглифическую надпись. Это были слова, полные сладким пьяным огнем, которые ложились на душу и преображали ее, давая новые взоры, способные понять все. Я плакал слезами благодарности и чувствовал, что теперь мир переменится. Я начал подниматься, и при последней вспышке огня опять увидел черную змею. Солнце загружилось, запрыгало и покатилось, как черный шар в бездонность, а на его месте загорелись слова. Ты не дочитал, несчастный, и то, что ты сказал, яд. Три недели пролежал я в сильной нильской лихорадке, и только сегодня могу снова приняться за дневник. Казалось бы, такие приключения должны были охладить его страсть, но это путешествие так вдохновило поэта, что он написал 15 стихотворений и несколько рассказов об Африке. Они имели бешеный успех, но читал их публично, о нем заговорили в газетах, это была слава. Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Ах, ему так звонко пели воды и завидовали, облака. Это была не только слава, но и первая победа над слабостями, робостью, неуверенностью в себе. Он буквально заболел Африкой. Тоскливая жизнь обывателя уже была не по нему. Пскуя судьба свела его с фанатичным исследователем Африки, академиком Радловым. Николай буквально умолил Радлова зачислить его помощником в свою абиссинскую экспедицию. Перед отплытием он снова сделал предложение Анне, третье по счету, и неожиданно получил согласие. Ахматова позвала его в Италию, но как он мог отказаться от Африки? Пробыв с невестой всего три дня, он тут же расстался с ней на два месяца. Это был первый решительный поступок Николая по отношению к Анне. Раньше она диктовала свою волю, теперь он одержал верх. Я не прожил, я протомился половину жизни земной, и, Господь, вот ты мне явился невозможной такой мечтой. Уедем, бросим край докучной и каменные города, где вам и холодно, и скучно, и даже страшно иногда. 30 ноября, 109 года он выехал в Одессу, оттуда пароходом в Абиссиную. На этот раз он выбрал самые рискованные маршруты, прошел страшную своей дурной славой пустыню Черчер. Из дневника Гумилёва. Аборигены в этой местности очень опасны, бросают из засады копьев проходящих. Частью из озорства, частью потому, что по их обычаю жениться может только убивший человека. Рассказывают, однажды Гумилёв переправлялся с одного берега Дики на другой в корзине, которая скользила по канату, подвешенному между двумя деревьями. Корни деревьев явно подгнили. В реке было полным-полно крокодилов, тем не менее Гумилёв принялся раскачивать корзину, находясь на середине переправы. Как только путешественники ступили на берег, одно из деревьев рухнуло. В феврале 910-го, после головокружительных приключений в Африке, он снова вернулся в Царское село. Несмотря на то, что его возвращение было вызвано опасной болезнью, от былого упадка духа и декадентских стихов не осталось и следа. Новый сборник «Романтические цветы» наполнен восторгом и жизнерадостностью. Теперь Гумилёв бросил вызов декадентам. «Да, я знаю, я вам не пара, я пришёл из другой страны». И та же современница видит Гумилёва другим. Он был высок ростом, худощат, с очень красивыми руками и несколько длинным бледным лицом. Теперь он стал героем и для Анны. Сразу венчание, свадебное путешествие в Париж. Но в Париже у Анны начался роман с Модельяне. И Николай, отравленный ревностью, настоял на возвращении в Россию. «Я женщиной был тогда измучен, И не солёный свежий ветер моря, Ни грохот экзотических базаров, Ничто меня утешить не могло. Закончив новый африканский сборник стихов «Жемчуга», 23 сентября 1910 года Гумилёв снова уехал в Африку. Совершенно один, без компаньонов, безумие. Из дневека Гумилёва. Закат солнца в пустыне, Переправа через разлившиеся реки, Сны ночью, проведённую потоком, Пальмами навсегда останутся Одними из самых волнующих И прекрасных мгновений моей жизни. Константинополь, Бейрут, Потом, наконец, Каир, Порцаид, Джеда, Джибути. Африка всё больше захватывала его. Она уже не просто средство Испытать себя, Доказать свою состоятельность. В нём зародился интерес к серьёзному исследованию этой земли. Он приходил в племена, Пользующиеся дурной славой каннибалов. Охотился на свирепых хищников. С местным поэтом Ато Иосифом Он собирал абиссинские песни и предметы быта, Делал фотоснимки, Описывал нравы и традиции народов. Однажды я пришёл в маленькую сомалийскую деревушку Где-то на краю Харарской возвышенности. Оказалось, что леопард Бродил полчаса тому назад на склоне соседнего холма. Ждать пришлось недолго. Я вдруг заметил, как зашевелился дальний куст И увидел приближающегося пёстрого зверя Величиной с охотничью собакой. Он бежал на подогнутых лапах, Припадая брюхом к земле И слегка махая кончиком хвоста. А тупая кошачья морда Была неподвижна и угрожающа. Потом сразу забилось сердце, Тело выпрямилось само собой И едва поймав мушку, я выстрелил. Он без стеснения останавливал прохожих, Чтоб посмотреть надетые на них вещи. Без спроса входил в дома и пересматривал утварь. Упорно добивался сведений о назначении какого-нибудь предмета. Над ним насмехались, когда он покупал старую одежду. Одна торговка прокляла, когда он вздумал её сфотографировать. А некоторые отказывались продать ему то, что он просил, Думая, что это нужно ему для колдовства. Гумилёв вернулся из долгого путешествия только на следующий год, 25 марта 1911 года, в санитарной кибитке с приступом тропической лихорадки. Он привёз огромное количество материалов и ещё окончательно поверил в себя как исследователя. Врачи заверили Анну и родных, что теперь по состоянию здоровья Николай вынужден навсегда отказаться от поездок в Африку. Увы, никто не понимал его страсти. Полтора года Николай лечил лихорадку. Вынужденное сидение дома использовал для творческой переработки собранных в Африке впечатлений. Они вылились в абиссинские песни. И при этом ни на минуту не прекращал готовиться к следующему путешествию. Из дневника Гумилёва. У меня есть мечта, живучая при всей трудности её выполнения. Пройти с юга на север Донакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем. Исследовать нижнее течение реки Гаваша. Узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства. Фактически свободны. И так как все они принадлежат к племени довольно способному, хотя очень свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать. Из записной книжки Ахматовой. Путешествия были вообще превыше всего и лекарством от всех недугов. Сколько раз он говорил мне при встречах о той золотой двери, которая должна открыться перед ним где-то в недрах его блужданий. Он сначала только лечил душу путешествиями и стал настоящим путешественником. В 1913-м в отношениях с женой наступил кризис. Рядом с обожанием был недоверие и страх. Страх измены. Он страдал. Он снова хотел бежать в Африку. Только там была настоящая жизнь, настоящее дело. Только в путешествиях он чувствовал себя настоящим мужчиной. К счастью, профессор Радлов увидел в Николае своего преемника и дал ему рекомендательное письмо в Академию наук. В 1913-м Гумилев получил официальную командировку от Музея антропологии и этнографии Академии наук. Он возглавил экспедицию на Сомали. Это уже было признанием его как ученого. Но проходили месяцы. Обратно я плыл и увозил клыки слонов, картины абиссинских мастеров, меха панте, мне нравились их пятна и то, что прежде было непонятно. Презрение к миру и усталость снов. Накануне отплытия у Николая снова обострился приступ тропической лихорадки. Температура поднялась до 40 градусов. Всю ночь он провел в бреду. Анна уговаривала успокоиться, отказаться от безумства. Невероятно, но на утро 10 апреля он все же уехал. Помощники взял только одного человека. 17-летнего племянника Колю Сверчкова. И вновь полные приключений путь. В джетде ловили акулу, проделали путь в Харар верхами, ночевали под открытым небом, охотились, блуждали без дороги, переправлялись через реку, кишащую крокодилами, голодали, перебивались без воды. По этим рисункам Николая Гумилева можно частично восстановить ту атмосферу, в которую окунились путешественники. Но теперь каждое приключение он воспринимал не как путешественник, а как ученый. Рассказывают, однажды Гумилев заинтересовался абиссинским способом проверки человека на греховность. Испытуемый должен был пролезть в узкую щель между двумя большими камнями. Если он застревал, никто не имел права не то чтобы помочь ему выбраться, но даже подать воды. Бедняга умирал в мучениях, и россыпь костей и черепов у того места свидетельствовало, что грешников попадалось немало. Гумилев выразил желание проверить чистоту своей души. К счастью, все обошлось. Из дневника Гумилева Европейцами исследована лишь небольшая часть страны, именно та, по которой проходит железная дорога, что справа и слева от нее – тайна. Эта охота за вещами увлекательно-чрезвычайна. Перед глазами мало-помалу встает картина жизни целого народа, и все растет нетерпение увидеть ее больше и больше. Я не турист. К чему мне после Айя Софии гудящий базар с его шелковыми бисерными искушениями, кокетливые перри, даже несравненные кипарисы кладбища Сулеймани? Я еду в Африку и прочел Отче наш священнейшим из храмов. Несколько лет тому назад, тоже на пути в Абиссинию, я бросил Луидор в расщелину храма Афины Паллады в Акрополе и верил, что богиня незримо будет мне сопутствовать. Теперь я стал старше. Он вернулся обновленный, уверенный в себе, полный творческих планов. В 914-м на свет появилась его новая африканская поэма «Миг». Оглушенная ревом и топотом, облеченная в пламя и дым, о тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят Серафимы. Про деяние своей фантазии, про звериную душу послушаю. Ты на дереве древней Евразии и с полинской висящая груша. Первая мировая война разрушила его планы по дальнейшему исследованию Африки. Он ушел на фронт. Его мужество и презрение к смерти, выработанное в путешествиях, стали легендами. За храбрость он получил два георгиевских христа, звание офицера и взыскание за демонстративную игру со смертью. Во время обстрела он вставал в полный рост, пули не брали его. То лето было грозами полно, жарой и духотою небывалой, такой, что сразу делалось темно, и сердце биться вдруг переставало. В полях колосья сыпали зерно, и солнце даже в полдень было ало, и в реве человеческой толпы, в гуденье проезжающих орудий, в немолчном зове боевой трубы я вдруг услышал песнь моей судьбы и побежал, куда бежали люди, покорно повторяя буди, буди. После революции о дальнейших путешествиях не могло быть и речи, и он целиком отдался литературной деятельности. В 18-м году он начал писать цикл стихов об Африке, вошедший в книгу «Шатер». Его книги стали издаваться по всей стране, ему уже ничего не надо было никому доказывать, он стал мужчиной, ученым, поэтом. Это признали все, и даже Анна, отношения с которой к тому времени окончательно разладились. И не только потому, что Анна была слишком влюбчива, она была человеком светских вечеринок, а Николай искал свободы в дикой стихии. Взаимное непонимание сделало свое дело, в 18-м году они расстались. Возможав и пройдя суровую кавалерийскую школу, он сделался лихим наездником, храбрым офицером, подтянулся и благодаря своей очень хорошей длинноногой фигуре и широким плечам был очень приятен и даже интересен, особенно в Миндире. В январе 21-го Гумилева выбрали председателем Петроградского отдела Всероссийского союза поэтов. Но он по-прежнему мечтал о будущих путешествиях, строил планы. Судьба распорядилась иначе. 3 августа 21-го года он был арестован, а 24-го стрелян. В части в контрреволюционном заговоре. Он как будто предвидел это, написав пророческие строки о красном рабочем. Все товарищи его заснули, только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, что меня землей разлучит. Долгое время в нашей стране, особенно при советской власти, существовала довольно жестокая традиция отделять творчество от творца. Творчество, вот оно, оно нам нужно, оно нам помогает, оно нас движет вперед. А кто был этот человек? Как он жил? Это вас не касается. И вот только теперь мы начинаем восстанавливать культуру в целом, как она должна быть. И вот сегодняшний рассказ о жизни, о подвигах Николая Степановича Гумилева, я думаю, для многих из вас должен стать откровением. И помочь не только почувствовать, но понять, как рождались его стихи. Не так давно в Кунсткамере обнаружили уникальные фотоснимки, сделанные Николаем Степановичем Гумилевым во время его путешествий по Африке. Вы видите их впервые. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморной гроте. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь, послушай, далеко на озере чад изысканной бродит жираф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова